Следующие настройки, которые хочется вам дать, смотрите, так как мы люди, так как мы живем, смотрим, сравниваем и так далее, значит такая вот следующая настройка, очень вам предлагаю научиться жить без оценок, научиться жить так, что вы ничего не оцениваете, вы всему даете просто ценность, вы понимаете, что любая ситуация, любая вещь, любой человек, это все творение Господа миров, и вы просто на это смотрите как на ценность, не оцениваете, не даете оценку, вы не комментируете, вы не говорите плохо, да, вы просто понимаете, что да, например, вы пришли в какое-то пространство, в какое-то мероприятие, у вас не должно быть такое вот, вы зашли, так, кто во что одет, кто как с кем общается, какая здесь вкусная или невкусная еда, какой здесь свет, какие здесь там люстры и так далее, это так миллиардер, он так не мыслит, это неинтересно, это то, что вас будет очень сильно по жизни останавливать, ваша задача какая, ты пришел в любое пространство, где бы ты ни был, у вас какое, помните, вы приняли решение, что вы всегда будете полезны людям, вы пришли в какое-то пространство, и вы думаете, так, как я могу быть здесь полезен, может быть вот это прибрать, может быть убрать вот этот мусор, может быть здесь вот так вот красиво, да, там что-то создать, может быть уют создать для людей, я не знаю, просто улыбнуться, просто всем сказать о ас-саламу алейкум да или просто прийти в хорошее настроение прийти и внутри на всех этих людей смотреть очень очень приветливо вот это уже есть круто понимаете это уже вас будет убирать от желания оценивать все к желанию быть полезным в любых ситуациях в любых местах где бы вы не были вы всегда должны выбирать позицию я хочу быть полезным я хочу быть лучше понимаете вот этот первый момент второй момент конечно же так как бы мы люди мы живем и очень часто у людей внутри бывает чувство зависти очень часто очень часто особенно если человек в детской позиции застрел он будет всему и всем всю жизнь завидовать ваша значит какая задача что такое вообще зависть это такое чувство зависть приходит тогда когда у человека внутри есть потенциал который он не реализовал поэтому вы чувствуете зависть почему потому что кто-то другой это реализовал точно такой же потенциал как у вас может быть у этого человека даже потенциал меньше чем у вас но он все равно смог это реализовать лучше да чем тот человек у которого больше потенциал но он ничего не сделал и вот это который ничего не сделал он завиду другому который все сделал все таки да вот на этом пути он рисковал он ошибался он принял решение все равно это сделал на и сидеть завидовать это о чем говорит то есть чувство зависти пришло это о чем о том что у вас есть потенциал который не реализован И ваша задача какая? Начать реализовывать этот потенциал. И значит, что вы делаете следующее. Как только вы почувствовали кому-то зависть, ваша задача остановиться и помолиться за этого человека. Например, если вы позавидовали человеку, что у него очень много денег, вы говорите «я рабам, дай этому человеку еще больше денег». Если вы позавидовали, что у человека очень красивое лицо, вы говорите «я рабам, даруй ему еще лучше, больше красоты». Если вы позавидовали, что у человека хороший муж, вы говорите «я рабам, сделай этого мужа еще лучше для нее». и так далее научитесь молиться за людей которым вы завидуете это поможет вам расслабиться это поможет вам расширяться на людей это поможет вам иметь благой нрав это поможет вам успокоиться грубо говоря поэтому там где зависть вы должны первый урок для себя взять какой значит у вас есть потенциал который вы не реализовали и поэтому вас вот это чувство возникло и второе вы начинаете молиться делать у вас за этих людей понимаете вот эти вот казалось бы мелочи на самом деле это не мелочь если вы начнете это делать вы через месяц два полгода год вы настолько изменитесь вы поймете что всего лишь год назад были завистливой такой вот нереализованные там девушкой мальчиком и так далее да пацаном может быть а через какое-то время вы смотрите и вы думаете господи всего лишь год назад да я был таким а сейчас уже столько всего сделано уже столько проектов уже как я вырос и так далее да вот вот этот вот отчет будет некий да поэтому обязательно обратите внимание на такие вещи не нужно зависть просто подавляет не нужно либо наоборот да там уходить самообичевание вот и такая завистлива какая плохая так далее нет да вы скажите я рабом умеет зависть убери очисти мое сердце от этой зависти убери все что тебе ненавист на моем сердце убери все это обязательно молитесь богу если вам не нравятся какие-то ваши качества обязательно молитесь потому что вы не сможете с этими качествами ничего не сделать если аллах не позволит а поэтому чтобы вам это все облегчить чтобы вы быстрее менялись нужно просить помощи у аллаха нужно понять что вы сами очень бессильны вы сами очень хальсы спинде да и как только вы обращаетесь к богу он вас одаривает своим могуществом он вас одаривает самыми лучшими качествами имейте всегда такую привычку как молиться всегда просить себе самый лучший качество. Окей? Я прям, если свой лайфхак сказать, я всегда у Аллаха прошу, чтобы Аллах мне даровал все наилучшие качества Хадиши. Она почему-то вот мне хочется быть похожей на неё, кажется, ради Аллаханху. И вот мне хочется вот эти вот её качества. Знаете, я прочитала просто про неё, что она, оказывается, очень много помогала людям, очень-очень-очень много, как и морально, и материально, и вообще во всех планах, да? Ей никогда не было жалко, и она даже женила людей, как, например, мужчине нужно жениться, да, у него нету там денег, или там женщина должна выйти замуж, у нее нету преданной, да? Она вот готовила преданной для девочек, оказывается. Вот она настолько много людям помогала, меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому следующая моя настройка вам – обязательно изучайте жизнь сахабов, обязательно изучайте жизнь великих людей. чьи пути вы бы хотели бы продолжить, чьи дороги вы бы хотели бы пройти, да? Такие же красивые дороги. Мне кажется, у сахабов самый блик, понятное дело, мы даже близко там не подходим, да? Вообще там, оказывается, не стоим даже рядом с пылью на лошадях этих сахабов, представляете, да? Мы настолько, вот у нас такая большая разница, да? Окей, даже если так. Изучайте их жизнь, старайтесь быть похожим на них, изучайте, какие у них были нравы, насколько они были благородны, насколько они любили, как они умели ради Аллаха жить, ради Аллаха всё делать, насколько они умели выдерживать, да, все удары, насколько они умели не ломаться, не вставали и шли дальше. Все вот эти истории, всё, что они… все эти хадисы, как они поступали, всё, что они делали, изучайте их, восхищайтесь ими, старайтесь у них многому учиться, да? Потому что, действительно, это… это наилучшие были люди, это вот… если взять всё человечество, это наилучшие люди сахабы, потому что они были рядом с пророком Мухаммад, с идеальным человеком, с любимцем Аллаха, да? Представьте, да, пророк Мухаммад – это самое любимое творение Бога, это самое любимое создание Аллаха, представляете, насколько он велик, да? И когда вы изучаете его жизнь, когда вы стараетесь быть похожим на пророк Мухаммад, с Харикасалем, ребята, вы не потеряете никогда. В любых своих непонятных ситуациях, вот вы не знаете, как поступить, просто задумайтесь, а как бы на моём месте поступил пророк Мухаммад, с Харикасалем, а как бы он реагировал, а как бы он ответил, а как бы он поступил, как бы он пошёл, как бы он решил этот вопрос. Если вы будете ориентироваться на это, на его поступки, на его жизнь, на его сунну, если вы будете ориентироваться на то, как он прожил свою жизнь, на все эти истории, на все эти хадисы, их же просто тысячи миллионов этих хадисов, сколько много полезного, сколько много ответов на ваши внутренние великие вопросы. Если вы будете ориентироваться на это, вы по жизни никогда не потеряетесь, и успех в обоих мирах вам обеспечен. Счастье в обоих мирах вам обеспечено, как только вы выбираете путь, по которому шли и все сахабы. Поэтому изучайте, поэтому читайте, слушайте и ролики, про них очень много снято в виде роликов, и эти фильмы, и все, что про них есть, ищите, обязательно познавайте, это вам по жизни очень-очень сильно поможет.